Севастополь всегда считался городом слава русских моряков. Глупо говорить что-либо иное. И разделение черноморского флота на украинский и российский тоже, как бы, это такая вещь. Ну, флот-то был один, и строился он вообще-то, на самом деле, СССР. И понятно, что это и не Россия, и не Украина, это нечто единое. Ну, Крым... То, что связано с историей Крыма, будет много разных трактовок. И война вещь, к сожалению, грязная и страшная, и еще Кутузов оставлял Москву, когда это надо было. И наши уходили из Крыма и оставляли Севастополь, потом его отбивали. Это война, это тактика, стратегия полководцев, это даже не обсуждается. По поводу военных фильмов, опять-таки, пытаясь быть, ну, наиболее нейтральным, я, как бы, мы должны оставить такое право за Украину, она имеет право сделать все, что угодно в этой ситуации. Если это не нарушает границы, твоя саббота закончится там, где начинает саббота другого человека. Они считают, что эти фильмы вредны для них, бога ради. Жалко просто той часть населения, достаточно большой, которая даже есть на Украине, которая с удовольствием смотрит эти фильмы. Они все равно их будут смотреть в интернете, по большому счету, запрет не действует. А то, что этот фильм покажет даже на территории Украины, ну, удивительно, тогда я не очень понимаю последовательность в поведении, в проведении какой-то политики и законодательства Украины. Ну, в общем, ребят трясет, колбасит. Вообще, на самом деле, коротко, уже не про Крым, а про Украину, обидно и грустно. Если у нас очень богатая страна и большая, и у нас куча своих проблем, то Украина тоже действительно, ну, богом одаренная страна. Ну, жалко, что она ввернута во всю эту пучину. Борьба с коррупцией здорово, борьба за будущее здорово, правильно, все правильно, но что-то странные результаты обидно. Не может такая красивая страна, как Украина, богатая, талантливыми людьми, природными скопами, быть такой несчастной, разоренной войной. Глупость.